Как минимум до утра будет закрыт проезд по улицу Чуйкова на участке от Бондаренко до Мусина. Все это время жители 41-го дома 17-го квартала будут лишены горячего водоснабжения. Причиной всему прорыв магистрального трубопровода на Восовиновского района. Кадры затопленных кипятком улиц сегодня заполнили социальные сети. Успеют ли золотать дыры и надолго ли этот вынужденный ремонт, выяснил Станислав Яковлев. Мусина, где мечеть затопило, горячей водой вырвало. Не пройти, не проехать. Кадры потупа мгновенно распространились по социальным сетям. От случившегося в жар бросило коммунальщиков. Были планы менять этот трубопровод в этом году. Ему ни много ни мало, уже 35 лет. Хотели сразу после Мундиаля, но труба ждать не стала. Мы приносим свои извинения жителям Новосовинского района, квартала 17. Жители четырех десятков домов 17-го квартала до завтрашнего утра остались без горячей воды. До этого времени рабочие надеются золотой дыру, говорят, все необходимое для этого есть. И выражают благодарность автоинспекторам. Вовремя перекрыли дорогу. Это сильно облегчит ремонт. Проезд по улице Чуйкова от Бондаренко до Мусина будет закрыт на все время работ. Временно изменилась и схема движения общественного транспорта. Автобусы следуют по улице Голубятникова. Жители 41 домов 17-го квартала просим потерпеть, набраться терпения. К утру мы уже дадим. Этого ремонта должно хватить на несколько дней. После завершения чемпионата, видимо, на этом участке приступят к капитальному ремонту. Станислав Яковлев, Вызов 112. Продолжение следует...